Издательство Эксмо. Ирина Фуллер. Лебединая башня. Эксплеты. Глава первая. Чёрная башня. Крепость Орделеон была построена как оплот возникшей династии Доминосолис на берегу полноводного Рейнфло, в самом сердце Ордора. Её крепкие каменные стены ни разу не осквернила кровь врага, ибо власть монархов была крепче и вернее любой башни Орделеона. Лишь однажды за пять веков положение короля пошатнулось, когда Урдрик Ужасный в 322 году династии Доминосолис отверг право Совета Городов Навета и едва не развязал междоусобную войну. Урдрик трагически погиб во время обхода крепости, упав с Чёрной башни, после чего власть перешла его брату Вейду, и порядок в Ордоре был восстановлен. Пожелтевшие от времени страницы, на которых сухо описывались мрачные события давних лет, затрепетали в бледных, худых пальцах Амарейл. Она отложила в сторону старый учебник истории и обошла массивный письменный стол, чтобы ещё раз взглянуть на план Орделеона. Уже в который раз, изучив путь от часовой башни к Чёрной, она притянула к себе другой увесистый том, открытый примерно на середине, и впилась взглядом в текст. После чего цари-убийцы покинули замок, оставшись незамеченными для стражи. Королевская стража не была предана Урдрику, но именно в Орделеоне были поставлены люди, которым король доверял больше, чем кому-либо. Дорион по-прежнему оставался при Урдрике и лично отбирал стражников в замок. «Я уверен, насколько может быть уверен человек, когда дело касается чужой души, что Дорион был по-настоящему предан Урдрику. Ходят слухи, что их связывали кровные узы, но у меня нет никаких тому подтверждений». Амарейл раздражённо пробежалась взглядом по строчкам, где старый летописец рассказывал об отношениях Урдрика с его ближайшим кругом и ткнула пальцем в абзац, в котором говорилось о побеге цареубийц из-под носа у стражи. Здесь она снова начала вчитываться в каждое слово. Стража стояла на входе и выходе последней стены, на площадках каждой башни. Северные ворота были заперты, а на часовой башне над ними всегда дежурили лучшие солдаты. С моря Орделеон охраняли три небольших судна. Поэтому нам и по сей день неизвестно, как преступники смогли проникнуть на площадку Чёрной башни, убить четырёх стражников и короля, а затем исчезнуть незамеченными. Но вот что мне известно. В деле был замешан и Вейд. Последний всё детство провёл в замке и знает, должно быть, все его тайные ходы. Так, полагаю, убийцы и проникли в крепость. Амарейл снова вернулась к изучению плана Орделеона. Где-то здесь, в Чёрной башне, должен был быть секретный ход, по которому можно тайно пробраться в крепость и также тайно покинуть её. Ещё три месяца назад она перерисовала все лестницы и площадки Чёрной башни на большой лист, чтобы дотошно измерить каждый поворот, каждый угол, каждую стену и выяснить, где прятался этот потайной ход. Но, увы, обычный план не раскрывал секретов. Оставался один путь — получить самые ранние чертежи Орделеона. Первейший план, созданный ещё до строительства. Тот содержал схему всех тайных лестниц, туннелей и ходов, но охранялся настолько надёжно, что даже сам король не мог ознакомиться с чертежами, не уведомив о том начальника королевской стражи. И пока что Амарейл в допуске к ним отказали. Однако и летопись «Доминосолис», книгу, в которую методично записывали все тщательно охраняемые тайны династии, ей дали не сразу. Амарейл не один день упрашивала мать принести ей том, хотя бы на несколько дней. Если кто-то ей мог смягчиться, так это она. Амарейл получила летопись на четверо суток и за это время переписала её всю. На исходе четвёртого дня руки её едва слушались, глаза болели, а сама рукопись заняла все страницы сборника сказаний и легенд Ордора. Чтобы не вызывать подозрений заказом такого количества тетрадей, она взяла самый увесистый альманах в своей библиотеке и писала прямо поверх порядком выцветшего текста. Раздалась мелодичная трель. Звонок оповещал о том, что подали завтрак. Амарейл прошла через гостиную к изящной двери с цветочным орнаментом из малахитой яшмы, открыла её и оказалась в передней комнате. Там на столике стоял поднос, накрытый серебряным куполом. Поворот рычага и столик, негромко позвякивая приборами, проехал по рельсе в гостиную и остановился у обитой изумрудным бархатом кушетки. Хозяйка комнат тоскливо взглянула на высокие дубовые двери, за которые не выходила ни разу за свои 22 года, и отправилась завтракать. Она мало внимания уделяла тому, что ела. Её мысли были заняты устройством города. Она представляла себе сердце Астрара, просторную площадь Салкан, что лежала за северными воротами.